Аптеки Сапфир. Раньше действительно этих аптек не было, вот я сейчас поехал, мне заказали именно в этой аптеке купить, начиная там от шампуней, короче, 1650 долларов я сейчас поставил, 3 миллиона, чем-то мне там считали. Ну там, как всегда, подарочки дали. Эта аптека чем хороша? Тем, что там почти каждое средство с переводом, то есть наклеена сразу на русском языке инструкция, ну и девочка на русском там, именно русская, разговаривает, поэтому легко общаться там. В принципе, аптека, если написано на русском. Привет! И это. Все, у кого что покупаешь, они почему-то тебя запоминают. Вот это, у которой очки брали. Тут Ленка, наверное, косички заплеталась. Если на аптеках русская вывеска аптека, то обычно там либо вьетнамка неплохо, или вьетнамец разговаривает на русском, либо есть переводчик, либо украинка, либо русская девочка, как вот здесь. Поэтому легко что-то найти. Вот мама мне заказывала в капсулах. Ой, этот. Забыл, вылетел из головы. И вот здесь нет. Вот на кукулоке я его тоже в капсулах не нашел. Возможно, его в капсулах даже нет. Везде животина, видите? Рыбы, крабы. Кто там на мышце? Кстати, надо купить, сейчас купить холодный арбузик какой-нибудь. Вот как раз бассейн городской, где я снимал. Вон они банкоматы стоят. Фактически все напротив нашего отеля. Местоположение отеля у нас шикарное просто. Очень удобно. Все рядом, все близко. Самый центр. Ой, скользко. Помыли, полутить. Асфальт. Вот для тех, кто будет брать экскурсии. Вот вывеска Альфатура. Это шестой у них, по-моему, офис. То есть, начиная там от лотоса, начинаются офисы. А сейчас повернем и будет российский информационный центр. Там тоже экскурсии. Такие кранчики во многих отелях на входе, в первой линии, чтобы ноги можно было ополоснуть. О, даже виноград. Нафига себе, какой крупный. Виноград я тут, кстати, не пробовал. Вот в Таиланде мне нравились маленькие ананасики такие сладкие. Тут их почему-то нет. Арбуз взять, так его резать нечем. Он, видите, какой у них алоэ. Если вы сгорели, прям можно вот такой листик купить и намазаться. Он еще лучше, чем всякие препараты помогают. Так, бананы у нас есть. Наверное, манго сейчас возьму. Виноград попробовать. И вот эти колючки, забыл, как они называются. Сейчас. Руками не трогать что-нибудь. Только страду по ртам. Ой, набрал фруктов, короче, а с руки отваливаются. Виноград дали мне попробовать. Сладкий он. До этого туниски прошли, сказали, есть не будете. Я попробовал, очень сладкий. Вы же, мне в свой отель-то не пройти, господи, еду не глядя. А, не, не дошел еще. Когда я идешь, так внизу вывесок верхних не видно. Можно прошмырнуть. Ой, блин, рука отвалится. Ну, вот такая первая линия. Все, там поближе к центру, конечно, таких торговых лавок нет на каждом шагу. А вот здесь у нас на юге. А там вот ресторанчики маленькие, вкусные. Причем мы ходили туда уже. В каждом проулке можно зайти и вкусно покушать. Всем привет из Вьетнама. Я вчера была в эко-парке Янг Бэй. И вот там, значит, был концерт вьетнамский. Ну, там пели, танцевали, в дудочки играли. И вот, значит, позвали пять участников, чтобы потанцевать вместе с еднамками, костюмчики, все такое экзотичное. Ну, в общем, я потанцевала. Но чем мне же не слабо выйти, я же публичная. Поэтому мне не слабо, когда народ на меня смотрит. И в итоге я заработала вот такую дудочку. Ну, мелочи приятные. Смотрите, как она играет. Бамбуковая трубочка. Да, бамбуковая трубочка. Боком повернись. Боком сильнее, чтобы я видел трубку. Это Лена разлучила мелодию этих ветов. Ты запомнила эту мелодию? Вот так. Нам и рюкзак собики. В общем, мы начинаем наш репортаж. Мы едем на Винперл. Он у нас тут рядышком. Пристегнусь, хотя у них это необязательно. Винперл. Окей? Да, да, окей. Не надо? Видите, даже говорить не надо. Пристегиваться. Ну, у них... Нет, ну, нет. У них оно необязательно. Оно у них не наказывается, как у нас. Машины, видите, у них все потолки. Как вот с конвейера сошли. Никогда они это не снимают. И в автобусах так же точно. Целлофан этот. Винперл у нас тут рядышком. Лен, ты там покажись хоть. Я тут. Я тоже приготовилась. Она тоже тут. Мы едем прям рано-рано. В 8.30 открывается канатная дорога. И мы прям вот поехали прям, чтобы не стоять в очереди, чтобы сразу. Потому что потом китайцы набегут. И на аттракционах будет много народу. Особенно на мои любимые электросани. Мы сейчас приедем. Первым делом пойдем на электросани. На которых кота... Лен, сюрприз будет. Потом ты скажешь. Нет, я лучше буду на байке ездить. Че меня кто вспоминает? Че я икаю все утро? Мама, наверное. Ой, уже минута 30. Много. Вот у нас сейчас уже будет. Совсем близко осталось до Винперла. Рядышком. Вот у них такие счетчики. Для тех, кто не был в Учанге. Размер машины зависит от той суммы, которая зажигается в момент, когда вы садитесь в машину. По-моему, так. У этого вот 5000 дунгов. Это прям во время стоянки. Знаете, как раньше такси было? Когда садишься, 25 копеек сразу включалось. По-моему, 25 было копеек. То здесь тоже самое. Если покрупнее машина, 7. Потом есть, по-моему, 12, еще 15. Ну, то есть, тут есть очень большие машины. Прям универсалы такси. Поэтому по цвету они совершенно равноценные все. Они просто, это все городские такси у них, не частные. Поэтому сумма никак не меняется. Но вот я говорю, только от размера машины зависит. У них также точно рации есть. Вот у него почему-то она выключена, он не разговаривает. А так обычно в такси едешь, и слышно рации. По поводу такси. Я в своих старых репортажах, когда ездил во Вьетнам, это рассказывал. Ну, повторюсь, будь здоров, водитель. Лучше договариваться не на определенную сумму, если вам небольшое расстояние. Только по счетчику. Потому что, во-первых, вы можете не понять друг друга, и потом устроит он скандал вам. Поэтому лучше по счетчику. Но вот когда я ездил далеко на водопады, тогда я договорился на конкретную сумму. Потому что водитель меня там ждал и вез еще обратно. То есть вот я на 800 тысяч донгов с ним договорился, он меня привез к водопаду, там стоял, ждал, пока я там полазлю, насладюсь, нафотаюсь, а потом он вез меня обратно. То есть мы на конкретную с ним сумму, он счетчик даже не включал. Поэтому тут можно варьировать как бы. Но если небольшое расстояние, лучше договариваться, ну, лучше просто садиться и по счетчику ехать. В общем, мы приехали на канатную дорогу, она уже работает. Сейчас мы поднимаемся и едем до Александра Венкера. Тут Елена Валерьевна. Это шумит, а, у тебя шумит, это, шумит, дорога, поэтому, ну, этот, который крутится. Впереди уже полно народу, сейчас уже там китайцев будет много. Но мы сейчас сразу пойдем на сани, самый популярный аттракцион, поэтому там лично много народу. Русских практически нет, русские любят садь. Я сам все время сюда ездил в районе обеда. Первый раз так рано, как открытие в районе. Первый раз так рано, как открытие в районе. Сейчас наша кабинка подойдет. Мы с Ленкой первые тут. Хочешь, ты на противогонная сюда? А что в окно, да? Не, а там я в форточку встаю, высовываю, иначе плохо видно. Куда? Да, да, сейчас прошу. Я потом встану. А ты садом на первый включен? Не, я развернусь, ничего не думают. Кабинка. Ой, что-то мало нас. Да, ну и хорошо. Лена? Я не знаю, да. Мы на канатной зад. Сейчас покажу, пока плохо будет слышно. Ты фото потом успеешь сделать? Кого? Фото успеешь сделать? Да, сейчас на свет выйдем. Там долго, 3 километра едет. Я здесь. Сесть хочет туда. Я здесь. А он хочет туда смотреть. Вот мы поехали. Так, минута есть. Вот мы полетели. Лодки внизу рыбацкие. Южный порт. Это, конечно, не фукуок, но все равно тоже классно. Дорога 3 километра 300 метров. До Венгерла. Да, над уровнем моря. Сразу телефон роняем. Лена же любишь, когда я это говорю, что-то такое плохое. Да, вот сейчас мы видите на уровне моря. Я всегда, вот когда купалась, я мечтала прям вот проехать по этой канатной дороге и думала, каково. Она раньше была в книге рекордов Гиннеса, теперь уже нет. А теперь мы сами на этом уровне. Кто-то смотрит на нас уже. Сейчас фотки поделаю. Уже который год неведома тебе, Что значишь ты в моей бесхитростной судьбе. Я правду о себе держу, покуда в тайне. Рассчитываю я на случай самый крайний. Люблю тебя, люблю тебя давно. С тобой и быть с тобой нам суждено. Мне без тебя, мне без тебя не жить. И клянусь, что не забыть. Ты будь моим, ты будь моим, прошу. Я плачу, заклинаю и молю. А в сердце пламя, в сердце растопи. Верность сохрани. Как маясь, мучаюсь, Никак все не решусь. Чего скрывать, признаюсь, Чувств к тебе стыжусь. Ведь с детства мы друзья, Но как мечтаю я, Чтоб ты сказал мне те же самые слова. Люблю тебя, люблю тебя давно. С тобой и быть с тобой нам суждено. Мне без тебя, мне без тебя не жить. И клянусь, что не забыть. Ты будь моим, ты будь моим, прошу. Я плачу, заклинаю и молю. А в сердце пламя, в сердце растопи. И верность сохрани. Как будет рывок остановки. Все, тормоза. Сейчас мы будем выходить. Лена, подъем. Ой, блин. Вы встанете, я на видос сейчас снимаю. И надо это, подключиться к Wi-Fi. Тут есть Wi-Fi. Ой, против света. Они против света тут. Надо по свету. Давай я туда. Давай я туда пойду с той стороны. А ты их поверни. Музыку делают специально громче, Чтоб не было слышно. Сейчас мы Ленку сфотаем. Все, мы на Венперле. Вот этот самый страшный инструкционный. Вот он. Вот этот. Мы идем на электросани. Самый популярный. На него всегда очень большие очереди. Поэтому лучше с утра на него сходить. Музыка. 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 Для тех, кто не знает, Лен Перл это вьетнамский дисне-вэнд по сути. Что говоришь? Вот это самый страшный аттракцион здесь. Вверх тормашками. Лена сказала не пойду. Что-то это, тут все поперестроили. Там, где раньше был спуск электросаня, мы его вообще убрали. Сейчас будем еще искать, как туда добраться. Что уже столько народу, как будто тут в 7 утра открылось все. Я два раза вот на этом аттракционе катался. Да, там прям перегрузки конкретные. Музыка. 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 А если тут сейчас нет заходов, вдруг там где-то потайной какой-то, которого я не знал, надо было карту местную взять, не взяли? Да их можно в ноги там прятать. А, там местные. О, пошла очередь, пошла. В принципе, тут не так много. Мы стояли, ну, полтора часа стояли минимум как-то. Да. Это долбежка надоест, блин, целый день. Там-то музыка, я говорю, поэтому и врубили. Она так громко никогда не играла. Там где-то Ленка, вон она, битая коленка. У Ленки каждый день новые клипухи. Ну, коленка, ну, коленка, с коленкой связано очень много. Потому что рифма хорошая по поводу коленки. Там опять идет строительство, они опять расширяют территорию. Хотя уже просто нереально обойтись тут. За один приезд. Но даже в зону купания сегодня даже не пройдем. Мы стоим в очереди на электросаме ради двух-трех минут. Не, но все равно мы сегодня, конечно, час не простоим. Раньше. Раньше стоим. Так что не только в Диснейленде очереди. В Вимперленде тоже самое. Лена там. Сегодня она работает шляпником. Алиса в стране чудес. Будешь шляпником. Ой, ну все, я только камеру включаю. То есть, начинает танковаться. У нас 9 утра, 10. Ну, там, сколько минут, 15, 20, 10. И снова, дорогие телезрители, это я. Всегда хочется спать. Всегда. Прихожу с этих экскурсий, как с работы, отмахала. Как будто вагон разбудился. Не слушайте ее, она врет. Это мы едем. Мы едем, едем, едем в далекие края. Торкие соседи, друзья, не помню я. Мы едем, едем в далекие края. А зачем голосом этой? Веселая, я дружка. Смеется тот, кто смеется последний. Сейчас Лена будет орать. Да-да-да. Вот мы проезжаем тут все аттракционы. Сейчас нас вон туда, на самую гору наверх затянет трос. Эфир или инстаграм? Да нет эфира пока, я просто пишу видео. Потом мы по... Су, у вас хороший телезритель. Не, а тут это, тут канатка еще тянет, в смысле. Он видишь тросы. Нас тут раз спустило, потом тросик. А вот оттуда уже, да, они там запрещают снимать. Да. Да и я уберу уже. Смотрите, все цветет красиво, как все. Вот там уже дорога спуска. Вот видишь, где сетка огороженной линии? Вот наверху ли. Вот. Вот там уже ты летишь. Да вот, вот, вот. Куда ты смотришь? Видишь, вот там мы будем лететь уже. Со скоростью. И вот внизу пролетать, вот здесь. Ну вот, внизу, видишь, под нами еще дороги. Тут пока просто тянучка идет. Ладно, ребята, уже скоро доберемся наверх. Надо телефон убирать. Тут к отелям въезд. Дорога. Они сейчас нас в камеры наблюдают. Тут очень много камер. А, это хорошо. Наблюдают, да? Ну, в смысле, наблюдают, что телефоны нельзя. Нас сейчас наверху предупредят. Не давит тебе спина? Да неудобно. Неудобно? Смотрите, какая сзади красота. Ну, вот эта вот черня свистящая задолбала. Это типа птички, но очень громко. Видите, нас наверх горы затянуло. А там капитайка. Капитайка, капитайка. А тут пешеходная дорожка. Для тех, кто испугался, наверху зассал. Тут может пешеходам спуститься нафиг. А то некоторые даже вверх уже боятся, начинают. Лена. Китайцы нам испортили все катание на электросанях, потому что тормозили там тормоза. И вся колонна стояла наше. Вот именно поездка. Сейчас вот на этой площади. Капителло загорело. Ой, сумка ленту наупала. Ну и пофигу. Как было хорошо, когда сюда китайцев не пускали. Ну прям вообще капец. Даже где-то сфотаться в какой-то локации невозможно. Стоят толпой 50 человек, пока каждый из них сфотографируется. Капец. Ты в туалет не хочешь? Ой, как же жарко. Жара вот здесь на Венгарле, это, конечно, убивает. Потому что тут души нет. Вон опять китайцы крут. Целыми делегациями. Из-за них везде такие неудобства, большие очереди. А когда начинается обед, они приходят, толпами становятся. Друг друга там один становится, а потом все 50 в эту очередь влезают. Изжирают всех кур. Потому что мы один раз стояли, нам даже кур не хватило. Голодные. Мы идем в океанариум, потому что уже мы прошлепали. В 10 часов утра было кормление рыбок, а сейчас будет шоу русалок. Снимем шоу русалок. Потом пойдем вон там на машинках покатаемся. Надо посмотреть во сколько шоу дельфинов. Давай вот здесь на лестнице Лен вставайте, а сфоты. Очень жарко, надо побольше тут пальм садить, чтобы прям совсем не это. Очень жарко. Солнечный день. Выше поднимись. На середину, вот там, где площадка. Все, наверное, лучше тут остановись. Дельфинарии, ой, дельфинарии, океанариум. Здесь все в черепашке. Лена. Акулы телест. Так, что у нас там со временем? Не, потом мы на обратном пути пощелкиваемся. Мы сейчас опоздаем. Потом посмотрим черепашек, рыбок. Да тут полно всего. Не, на этом фоне не получится вспышка там отразиться. Тут на видос хорошо снимать. Мы сейчас просто все проходим, потому что нам нужно на шоу русалок успеть. А потом мы вернемся, тут походим сколько хочешь. Рыбешки. Рыбешки. Еда. Еда. Ну, странно, что у тебя что с давлением. Там внизу сейчас будет шоу русалок. Ну, фига, а что там как музыка громко играет? Вот здесь сейчас будет шоу русалок на экране. Тут просто аквариум с тобой. Тут прохладненько, хорошо. Что так музыка идет? Вот на этом будет экране, они будут славать там русалку. Я вон там сбоку встал. А ты знаешь, ты можешь шоу, помой чемодан, например, положить и на него сесть поперек, поперечный. Видите, зрители уже сели. А тут сараформят у них ложки. Блин, надо в пять часов сюда успеть. Напомни мне. А там мы сейчас на дорожку поедем, как будто под водой. Ждем шоу русалок. ЧАСИМА Редактор субин. У МОЕalfreck. Может, они не успели сегодня покормить? А, это он что-то для шоу заряжает. Раньше такого не было. Какие-то бутылочки. Внутренняя вода. Или вода, или стекло. Прям плохо видно. Да, это он что-то для шоу заряжает. Что-то видишь? Тоже что-то переделали. Раньше они просто танцевали под водой. С лавами. Вот так вот, когда он смотрит. Он, короче, прямо кормит. У него такой бидон. Он от который бы достается кормит. Редактор субтитров А. Он, как тянуть в мире, он для вас. в мире, в мире. Он будет скайзать. Он будет скайзать. Доброе утро! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Опять они в другое направление идут ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тут вообще им запретить детей рожать. Что-то их прям очень много. Везде. Пойдем вон там, я тебе фото в кресле. Кресло русалки. Да я сейчас на видео снимаю. Мурена. Вон они жуткие. Я, кстати, когда мы плавали на Урсалке. Маленькие акулки, смотри. На острове Ласточек все время боялся вот этих тварей. Мурена. Вот она прыгает от низки. Потому что она может откусить палец, а крупная может откусить руку, рыбу, хотел сказать. Акулы такие маленькие, да, как аквариумные? Акуляты еще. Ну они, я думаю, не вырастают. Только китайцы, они любят стучать. Вон они все снимают там, это, Мурена. Вот, мне нравятся всякие яркие, смотри какие эти. А что это такое, это рыбы такие маскируются. Какие-то толстушки. Слушай, или что это? Нет, какие-то растения, наверное. Вот у них как хвосты. Хрен его не знаю. Тут написано, но по-русски no. Решен no. Это морские ежики. И кто там еще какие-то эти? Три собутки. Лобстеры, это значит маленькие лобстеры. Вот где тут сейчас вещь не сфотаешься. Нашествие китайцев тогда не сфотаешься. Или здесь все подобное? Тут змеи всякие, вон в эти, как они, варан или как они называются? А, игуаны это. Тут змеи всякие. Там опять рыбу. Вот эти красные могут умадно смотреться. Не знаю, как в кадре. Давай вот тут становись. А мы уже на выходе. Фактически. Черепашка. На видео пока снимаю. Смотрите, товарищи. Поэтому, когда вы мне говорите про Приморье, Андреевку там и эту, как ее, как она там называется, уже забыл. Ой, тучки, Лена, смотри, наше счастье пришло. И славянку, то простите уж, знаете. Мне не надо никаких Приморьев ваших, когда есть возможность поехать во Вьетнам. В культурный центр. Так, сейчас мы пойдем на машинке. Пойдем. А, еще надо посмотреть, во сколько это, дельфинарий, ты будешь, дай я провод сам вытащил. Дельфинарий, пойдем смотреть дельфинов? Пойдем, да? Тогда надо смотреть, во сколько шоу. Стоим с Леной на машинке. Малые дети покататься на мобиках, бобиках, бибиках. Тут хоть не жарко, тут вентиляторы там дуют. Здесь, кстати, так протягивают. Все, проебала, как проебала. Что не ты. Все, проебала, как проебала. Мы купили себе вот такие вот сосисочки с этим, как они называют, с картошкой. Не правильно, конечно, и да. Да, правильно, да. Тут вся еда правильная. Сейчас чуть-чуть облака хоть набежали, а то прям невыносимо. Я уже футболку выжимал. Жарко прям. Капитай. Давай ешь ее. Посмотри, что мы невыносим. Сейчас пойдем здесь по парку. Это водный парк. Покажем вам территорию водного парка. Ну, мы фото сюда пришли. А потом на колесо обозрения пойдем. Мы на территории аквапарка. Мы сейчас тут сосисочки перекусили. Легкий перекус. На такой жаре особо и есть-то не хочется. Тут очень птичек мы тут покормили. Очень красивая территория, поэтому мы сюда пришли пофотографироваться. Потом пойдем вон на то колесо обозрения. Оно огромное просто. С него видно весь остров. А там это, эскалаторы. Да, ходить тут не надо нигде натруждать себя. Тут везде эскалаторы поднимают наверх, вниз опускают. Тут люди на горке идут на эти кататься. Мы сегодня не планируем вообще водные процедуры. Ой, как хорошо затянуло. Слушай, класс. Мы просто от жары уже умираем. Вон там искусственная эта волна. Нет, не там. Там просто эта каталка. Не, прикольно все. Всякие разные эти, короче, горки. Сейчас там следующий поедет, посмотрим. Там вначале так высоко, а потом уже попроще. Сейчас запустит кого-нибудь. Ну давай, я снимаю. О, поехали. Сейчас их телепать будет сюда-сюда. Я, наверное, по 10 литров жидкости выпиваю. Вот тут хреново куча этих горок. И вот ленивая река течет тоже. Там горки. А мы пойдем вон туда скоро. На колесо обозрения. Смертники пошли наверх. Тут тоже горки. Смертники. Там наверху тоже какая-то горка. На ленивой реке, видишь, на такую хрень ложишься, и она тебя крутит. Там течение специально, чтобы оно толкало. Здесь очень красивая территория. Здесь очень красивая территория. Прям вот предел мечтания. Фотаться на каждом столбе можно. Везде пальмочки. Это все искусственный остров. Полностью создан. Вообще он, на самом деле, обычные сопки здесь. Практически как на Дальнем Востоке были. Вот они построили. Построено здесь, по-моему, три отеля находятся. Пятизвездочных. Все как по Шикардо. Шикардо, шикардо, пятизвездочные? Нет, тут изначально, по-моему, отели были построены. А потом уже вот эту территорию облагородили. То есть если в отеле отдыха было, то очень богатые. Нет, почему? Там даже Путин в одном отеле останавливался. Да. Они даже об этом хвастаются. Вон, видишь, как этот цветет. Магнолия. Ну вот это, чем ты говоришь, почему? В краю магнолий плещет море. Везде кокосовые пальмы растут. Видите, наверху кокосы. Ну, говорят, за все время существования Вьетнама кокос ни разу человека не убил. А так вообще они, как бы, ну, бывает падают кокосы. Да, кокосовые пальмы здесь везде. Начиная от пляжа, заканчивая вот вентерлом. У нас хоть сейчас тучки набежали, а то прям невозможно вообще. Тут очень много всяких горочек, фигерочек, знаете. Я никогда не катался, мне все не по размерчику. Где-нибудь зацеплюсь головой, голову оторвет. Потому что все равно не рассчитано на такой рост, как у меня. Нет, я бы хотела бы таких другов подать. Ну, что, кто-нибудь. Ну, езжай завтра, катайся. А мне-то надо еще деньги подать. Конечно. Лена все ждет, что ей что-то бесплатно подарят. Видите, как все цветет. Да прям ничего нет. А кто мне говорил, что в мае сюда кто-то собирается? Я в мае собираюсь. Нет, не ты. Кто-то говорил, что сюда собираются в мае. Тут очень жарко будет. Да, дай. Там пирамиды. Вон, пойдем тебя со скрипачами спотаю. Я говорю, на видос сниму сейчас. Да. Там пирамиды будут. Такая красотень у нас. Ну, тут вот звезда уже готова фотографироваться. Вон там искусственная волна, кстати. Вон там плавает. Мы ближе подойдем. Стой наверху, куда пошла. Ой. Цветульки везде. Бассейн с пресной водой и с искусственной волной. Видите, какая красота. Тут всякие купальные принадлежности. Пойдем. Можно купить в магазинчике. Русский ресторан. Вам, пожалуйста, написано Russian Restaurant. Вот он, русский ресторан. Мы уже поели. Кстати, не было его раньше. Я не помню. Сейчас, Лен, вот на эти лебедей пойдешь. Иди, бросай сумки и авоськи. Тут хоть в одной руке все. Вот мы оказались в Египте. Видите, и кактусы у нас тут всякие. Лена, давай, залезай в кактусы тебя сфотом. Бросай туда, да. Бедные пальмы. Вон, видите, везде кокосики висят. Бедные пальмы в такой жаре. Это колесо обозрения. Вот так, да, на фоне Египте? Туда, да. Видео снимаем. Красота. Вот там пляжная зона, но мы туда не пойдем. У нас сегодня другая программа. Нет, Лен, это все. Ну, иди тогда туда, я здесь пройду. Потому что здесь сейчас для фотографирования будут и души дельфины вон стоят. Ой, дельфины, видите, как они, пингвины. Ну, иди. Ты ж меня видишь, я-то высокий. А доним глазком. Ну, пойдемте я тогда там сфотаю. На открытом прям солнце капец. Пока я идешь по кустам. Да, вообще. Сдохнуть можно. Жарко очень. Все-таки еще сезон. Это вот аквапарковая зона, там всякие типа аттракционы, как они называются, эти надувные батуты. Здесь вот ножки мыть, здесь такие дувщики. На кузяка вон там нажимаете. Такие сезонты, лежаки. Все это включено в стоимость. То есть вы можете выбрать зону аквапарка. Ну, и туда, и туда. Это очень сложно. Я говорю, что вымотаться потом. Тем более на жаре тут так распаришься, что потом уже не до аттракциона. Там-то хоть мы в какие-то магазины заходим, прячемся. Пляж тут небольшой. Я думаю, что он даже метров 200-300. Там дальше уже пятизвездочный отель пошел. Вот она территория. Все красиво, чисто тут всегда. Только много китайоза. Китайоза много. Не бояться, что другими людьми могут съездить? А, как в вагане заработать? Да, что бояться? Везде хороший воздух, свежий. Спортцы эти везде лазят, да? Смотрите, сколько спортцов. Ну, они мелкие, наверное, вам не видно. И воробушки тут есть, и голуби тут есть. Мы уже их покормили. И пятички они поедут. Вон, видишь, как под деревом мост? Я про него говорил. Там еще где-то под камень был, но мы его прошли, возвращаться не будем. Пожалуйста, бар без сыток. Тяжелые выжатые соки могут сделать. Хочешь мороженое, вам есть там. Битая коленка ошиблась. Знаешь, какой этих, как они, на Диком Западе? У них такие кликухи там, быстрое крыло там, а ты будешь битая коленка. А, ленка, битая коленка. Разбитая коленка. Голова с таким. Жарко очень сейчас. Тра-ля-ля-ля-ля. Сейчас куда-то льва-ля-ля. Да, нам сейчас на этот. Где эта дорога? Ну, этот, как его. Эскалатор. Я уже слова начал забывать. Сейчас мы поднимаемся в... Ну, иди и комментируй, говорю. Сейчас мы попадаем в зоопарке, я так понимаю, да? Да. А потом пойдем на колесо обозрения. Там будет весь обзор города Ничанг. Нет, там больше остров видно. Ничанг плохо. Ну, я думаю, что все можно увидеть. Бамбук. Ну, Ничанг далеко, да. Это же как птичьего полета с высоты. Да, АБХС. Сегодня, я всегда отвечаю, сколько мы дней. Сегодня мы восьмой день. Здесь ровно неделька. Ну, четыре коробки. День назад в это время уже прилетели. Вот, нам в это время уже добавили номер. Давай быстрее, секунды заканчиваются. Вот, я вас всех люблю. Ох, нас все более любят. Ты как это. Хибла Герзмава. Это тоже. Да, да, да. Ой, чуть-чуть облака набегают, когда прям класс. Ну, хоть чуть-чуть отдыхаем. Ветерок хорошо. Если бы не было ветерка, мы бы тут уже задохнулись. Там, кстати, есть игровые пещеры. Там холодно прям. Где эти аппараты всякие стоят игровые. Но это там внизу где-то надо искать. Все попеределали. Сейчас поперестроили. Поэтому не все я нахожу сразу даже. Как хорошо, что есть эскалатор. Что не надо идти на такую высоту. Это последний пролет. Третий эскалатор. Да, Лена Валерьевна. Если тис, ты тв. Жара вымотывает. Ну да. Ну, а как ты хотела. Зато море теплое. Ну, несмотря на то, что было такой антилет от 2019, у меня жара вымотала. И уже думаешь, лучше холоднее пусть будет. Не могу. А там все классно. И цены тут приемлемые. Поздно. Уже отвернулся. Что, не видишь, что ли? Вот там под куполами еще сады такие. И цветы, и сады. Мы туда сходим, поснимаем. Там очень красиво. Памяти у меня много в телефоне. 128 гигов. Вот туалет и лент. Пойдешь. И тут, кстати, это, кормежка. Но мы так, как поели, уже не это. Вот розовые фламинго. Они очень пугливые, поэтому они всегда в дальнем углу. Кингсгарден. Вот это зоопарковая зона. Китайцы орут. Задрали. Лапки. Господи, с таким голосом я аж откашляться хочется. Пошли от него подальше. Будет что-то орать под носом. Ну, тут хоть ладно. Ой, надо воды купить, я сговорил. Сейчас мы на территорию заходим. И будем вам вести репортажики. Зоопарк. Тут так ветерок сегодня продувает хорошо. Ленка пошла на мизьян смотреть. На своих сородичей. Ну, там они за пенополистоглосовым стеклом. Плистоглос или как правильно. Ой, деньги поплыли. Смотри, кто-то уронил денежку. Целых 10 тысяч поплыли. Ну, я вижу по цвету, что это 10-тысячная купюра. Ну, это как 10 копеек у нас. У меня как 30 рублей. Да, 30 рублей копейки. Ой, как хорошо, что ветерок есть. Ну, что, пошли дальше. Там сейчас будут и гиппопотамы, и кого там только сейчас не будет. Обезьян будет много. Вон еще туалет. Туалеты тут на каждом шагу. Это радует. И народу в них вообще нет. Кукуруза сладкая. Кукуруза. Покупать кукуруза. Кукуруза. Им жарко, видишь, они все попрятались. А вон лемуры сидят. Вон они. Вот на фуклоке есть клетка, куда заходишь и с лемурами фотоешься. Они прям вокруг тебя лазают. Не, не слезет, жарко ей. Смотри, вон это лебеди на этих плавают, на плотах. Тут территория, конечно, классная. Но видите, все под электричеством. Электрические провода. Ну и лебеди, естественно, не улетят. У них, видать, крылья подрезаны. А неподрезанные крылья будут в павильоне, в птиц. Мы туда придем. Там сетками все затянуто. Такая территория красивая. А вот красножопые макаки сидят. Ну-ка, детей наебрил. Пошли. Они мой язык не понимают. Сейчас давай до птиц пройдем. И в обратную сторону пойдем. Потому что здесь и носороги будут сейчас. Территория очень красивая. Они очень крутые. Первые разы сюда я ездил, не было зоопарка. А вот обратите внимание, какие были здесь сопки. То есть просто обычные. Ой, не увеличивается. А почему не увеличивается? А, у меня сейчас соптика другая включена. Ясно. Хотел увеличить. Сопки совершенно обычные. Здесь ни пальм не было, ничего. Это вот остров полностью ими выстроен заново, по сути. Ну вон, смотри, они. Сопки ни о чем. Я знаю, что они прям кокосы проращивают, чтобы высаживать пальмы. На самом деле тут обычные сопки, как на Дальнем Востоке, блин. И вон что-то строят опять, видишь, в сопках. Нет, просто очень много надо пройти успеть. Я только за это беспокоюсь. Он жирафы, смотри, кушают. Тут обезьянки. Нет, дело в том, что это, на Фукуоке жирафов прям в кафешке кормишь. Морковку они любят. Покупаешь там. А тут нет. И они прям с ними фотоешься. Такие классные фотки получаются. А тут не ручные жирафы. А вон эти какие-то ходят. Как они? Ну кроме зебры, вот эти вот, как они? С рогами. Нет, тут-то нет. А вот на Фукуоке, да, их скармливают. Это павильон с птицами. Тут повнутрь заходят. Тут везде сети наверху натянуты. Поэтому никто никуда не улетит. Там и водопадики искусственные. Сейчас мы пройдем по всей территории. Ну выкинь его, значит, Леон. Ну вот они сейчас на тебя с едой и будут нападать. Прям, они прям как одушки сидят. Видите, какие красивые. Ара, Ара. Да потому что пакет ешь. Они сейчас будут еще у тебя забирать его. Лена, блин, глупая. Сказал с едой не заходи. Да ты что такой разговорчивый? А? А? Один из лучших павильонов. Именно вот этот птичий. Там сейчас будут цапли еще ходить. Они прям с людьми здесь ходят. Здесь искусственные у них такие водоемчики, где они могут крылышки помочить. Видите, купается птичка далеко. Что-то в этом павильоне мало. Вон какая-то белая сидит наверху. А в том павильоне будут эти цапли летать. Их разделили. Раньше вот этой сетки между ними не было. И тут были, знаешь, кто эти? Хвосты, которые красиво разу это раскладывают. Вот как они? Павлины. Тут вот семейство павлинов было. Почему-то нет его сейчас. Сдохли все. Они прямо вот здесь павлины ходили раньше. У меня даже это видосы есть эти. Жалко. Может, они туда их перенесли? Вот во второй павильон тут. Зашли. Павлины оказались тут. Почему-то я думал, что они там. Уже забыл, значит. Вон они. Причем маленькие павлинчики вылупились. Это вот маленькие синие павлинчики. Ну, была большая популяция. Не знаю, черт так мало. Ну, что, два взрослых павлина и все. Такая территория. И тут не сильно жарко, потому что сетки наверху. Наверху вон там цапли стоят. А с той стороны какаду. Тут прям видите, как все воссоздана природа. Как будто дикая. На самом деле все это поливаются, ухаживают. Раньше прям павлины вот здесь по дорожке ходили. Птичий павильон. А я птичий повелитель. Ой, тучки бы набежали. Не хочу солнца. Солнце хорошо, когда на пляже у воды. А когда у тебя какая-то программа экскурсионная, то, конечно, солнце прям убивает все желание. Да, птицы сейчас все далеко. Популяция молодая, боится людей. А вон, кто там лежит. А, нет, это шланги спрятаны. Думал, синяя птичка. Вот они, наконец-то наши. Как они? Павлины. Павлин, мавлин. Павлин, мавлин. Они шугливые. Вот он. Ты его не пугай, и он не будет это. Ну, то есть, сильно близко они не дадут подойти. Красотки, красотки. Это пацаны, пацаны же с хвостами. Девки у них некрасивые. Шугливые пацаны. Побежали, побежали куда-то, пошли за ними. Как куры, да? Куры, куры. Так же, головой? Ну да, это ж куры, по сути. Такая территория. А, как это? Можно как-то кушать? Ну да. Вон, тут червяков живых дали. Они червячков кушают. Червяки убегают там. Да иди, не бойся. Чего ты боишься? Вот стоит, верно? Смотрит такой. Ну, давай их троим на меня. Ну, ты их сейчас шуганешь. Смотри, как он близко. Ну, он боится, видишь? Вот этот вот самый главный. А как я их подвинусь сейчас? А я подвинусь как? Мне надо встать, и я шуганую. И я на видос снимаю. Тебя нету. Видишь, он шугает их все? Маблину, маблину. Это Мерсичелье. Искусственный заготов. Идем по таинственной пещере. В Зимбабве. А муточки скупаются. Ой, я бы сейчас хотели бы в Кольсанжелес. Искупаться. Тури свежих. Там муточки скупаются. Но реально. Водичка у тебя есть по пей. Представляете, какая здесь покажется? Ой, смотри, как боком купаются. Там наверху еще птички всякие. Страусы, хотел сказать, эти сапли. У Капетюк солнечный удар. Она уже все бредит, ходит. Песни тут поет. Птицы начинают подпевать аж. Вон они купаются. Что, поплыли, Лен? Ой, я бы сейчас нырнул. Смотри, у них сколько фруктов. Слушайте, у них фруктов больше, чем у нас в отеле дают на завтрак. Арбузы, этот, как его, бананы и этот. Манго. Это не манго. Не манго. Добыл, как его название есть. Он невкусный, кстати. Э, а вы, скворцы купаются вон. Кстати, сапель мало стало. Было столько сапель тут. Но, может быть, они тоже там попрятались где-то. Жарко. Вон летает, вон. Как аист. Вот, смотрите, какие они смешные. Красные. Остроносые. Что они тут ищут? Красотки. Курицы на обед. И на ужин. А что они там находят? Неужели что-то червяков каких-то? Что-то там выкапывают. Такие длинные клювы. Зачем им такие клювы? Они рыболовы обычно имеют такие клювы. Наверху сапли. Носорожки вот они хавают. Вон еще идет носорог. Пошли. Они, кстати, мы тут проходили. Они до этого сидели, видать, в тени. А, им жрачку вывалили. И они пришли. Вон они дерутся. Вон еще носорог идет. У них, потому что крытые там есть помещения, вольеры. А есть вот крытые. Если им жарко, они все сваливают. О, пописать стал. Писает носорожек. Пошли. А то он писает. Не смущай его. А вон красножопые твои любимые. Сородичи твои, Лена. Такой отдых у нас сегодня. Релакс сегодня у нас такой. Смотри, тучки нагуляли. Да это страусы. Тучки хоть пришли. А вон верблюды впереди. Вон там дальше будет бегемотиха. В прошлый раз она пряталась. Мы ее так и не увидели. Верблюдики. Все цветет. Красота. Кстати, в зоопарке мало народу. Хорошо. Не так, как там на аттракционах. Вон еще на электросанях. Видишь, вон катаются. Да. Там и там что-то катаются? Да, конечно. Они тут одни. Верблюды. Везде вот так написано. У каждого вольера. Ну, естественно, на английском. На вьетнамском. Это львы. Вернее, лев один, а то львицы. У него гарем. А сейчас вон там будут тигры. Они там плавают. Знаешь, коски плавающие. Ой, как хорошо ветерок. Дуй, 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 дуй. Ой, кайф. Очень жарко. Территория практически открытая. Ну, далеко уже. Бегемотика опять нету. Спрятался. Тут, Лен, можно так пойти, а можно так. Как пойдем? Можно так, можно так. Пойдем. У меня полный рюкзак холодной воды. О, тогда сейчас к лошадям кем зайдем. Тигры вот. Жарко ему рот открыл. А что его мало? Тогда их было трое. Спрятались где-то. И они прям плавали в этой воде. Ой, я думала. И они же все равно через сетку, через сетку. А кажется, что они вот стоят. Он может на них накинуться. Да нет, там стекло или сетка, да. Наверное, стекло там, да? Нет, конечно. Ты что, это хищники. Он на таком расстоянии здесь. Он везде все в электричестве. Пошли. Так, кто тут у нас еще? Вон, видишь, гиенос написано. Я же говорю, это гиены. Забыл, блин, название долго вспоминал. Белый, ой, блэк, черный медведь, да? Азиатский какой-то. Белый этот, лев. Бенгальский тигр. Примат вор... Что, мировой? Приматы мира? А, ну, имеется в виду, что все... породы, короче, обезьян. Это птицы-то корут. Слушай, а что он один, правда? И я не вижу, где у них где-то должен быть вход в пещерку их. Им когда жарко, они уходят. Второй, вон он плавает далеко. Да нет, кормят нормально, поэтому, Лен, никак на еду смотрит. Здесь стекло. То есть, плексиглаз такой толстый. Бенгальский тигр написано. Вот у нее и голос, мама родная, как будто она пьет, курит, это мишка, но он какой-то написано был азиатский, черный медведь, ой смешной какой, смотри-ка у него морда, ой ему тоже жарко, жарко смотри ему как, и вон второй, а смотри, жопа голая у него, ой они как свиньи какие-то, А что играет, шоу-птиц, ой у них жопы такие страшные, пошли, а для жары, чтобы жопа прохладно была, прохладе, ой как хорошо, тучи, тучи, а это наверное шоу-птиц началось, нет, не, мы на шоу не пойдем, тем более если идет уже не запустят, нет, это просто музыка наверное играет, Шоу-птиц мы прошли, но сзади, белый лев, смотрите вон он, я снимаю оптикой со стабилизацией, к сожалению не дает возможности приблизить она, она широкоугольная, поэтому вот на таком расстоянии, глазом он намного ближе, страшный как крыса, да, фу, открыл еще пасть, Сразу как побегу, тут главное не это, не от него убежать, а погнать тебя, как говорят, Поняла? Он тобой наестся, я думаю А там за этой, а ну это мишки те, да? Да, мишки те голожопые Тут стекло, видите, за стеклом, тут поменялись, раньше здесь были эти тигры Сейчас кинется, да? Не, они когда рыкают, значку рык стоит, прям грозный А где у него эти тигрица? Ой, тигрица, как львица Она, наверное, не видит, она может того ракурса их там расплавает, да? Да, они уже привычные Просто у них также это через язык идет потоотделение, поэтому они рот открывают А так, что ему жарко, он лысый весь Не, второй не вижу Он один что-то Уайт ли он? Белый лес Странно, но может они одиночки, может они живут поодиночке, может не знаю Вон канатная дорога Типа эти замки, а вон вдалеке Ничанг, но он, к сожалению, в такой туманности небольшой находится, поэтому плохо видно Такие тут беседочки для отдыха есть, вон белые тигры видно уже Помедитируем? Лена уже все, наелась Вьетнамом выше крыши Да столько, блин, массовых программ, еще у меня с своими байтами истосилась Белые тигры И почему-то рыба даже вон плавает у них, они что рыбу едят? Ой, у них вся вода пувшинками заросла Вон видишь? Ага Капец Вот только место для плавания Смотри, ходит туда-сюда Да-да-да Вот раньше он так, ну иди А раньше он так ходил около стекла И там весь народ И он как кинулся один раз Все эти тетки китаянки как такие в стороны а он чисто на развлекался видать народ пугал все это мы назад то мы дошли до края с этом надо выйти туда и ну колесу пойти и вот на эти попасть моряки красиво хочет в этих желтых цветах а как него не видно будет он далеко это же не этот смотрите какие цветульки вон там прячется бегемотика нос один видите торчит спряталась не у нее ноздри то снаружи не она может задерживать дыхание надолго такие светильники с колонками видите играют везде смотри как он близко подошел сюда маленькие они его приманивают это травкой какой-то а он ее не ест мы пойдем погладишь рукой а чё он маленький совсем как плюнет это не откусит руку красавец твой красавчик ой ты какой красивый сейчас как плюнет да нет красавец красавчик твой красавчик какой красивый попозируй это маленький верблюжонок у него даже видите не два горба еще один горбик а у взрослых уже два горба да ну на понюхай ну ты меня съешь больше давай я тебя призрачу ой твой такой хорошенький колес impatient какой хорошенький волосы какой маленький не боится Лена, иди погладь, он такой шершавенький, мне нечего тебе дать, тут нельзя вас кормить, кто еще тебя погладит? Ну давай, поглажи, 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 ну иди, у него ресницы такие обалденные, ну иди поглажи, иди поглажи, поглажи такого. О, Оленка трусиха, что у него сзади где-то черное, он не дотянется тут, видишь, иди, иди, не, он там траву подбирает, тот посмелее, тот постарше, этот с двумя горбами, у него жизнь тяжелее, Марис, Марис, к ребенку тянется, бояться, бояться, слушай, какой он доверчивый. Лена, ну ты такая трусиха, ты надоела со своей трусостью. Реснички какие, а зубы гнилые. Ну попозируй, красавец, ну че, ну че, что? На фото. На колесо? На колесо, на дрожжей даже. Что, на фото, нет? Давай пойдем. А вот сейчас что-то опять сальто хотим. Мы что, слепки пойдем глянем? Так если они у тебя сейчас развалятся, и че? Че, долбанутая совсем, босиком будешь ходить? У Лены вторые шлепки порвались. Капец. Там Ничанк идет. Территория тут цикарная, сейчас ветерочек поднялся. Пойдем хоть глянем, хоть знать. Фиолетовые кувшинки. А че там на полу написано? А, ну типа опасно вода, да? В воду не ныряют. Сейчас я... А, ну слушай, лодки причалены так. А, тут еще и белые кувшинки есть. Причем они там в горшках стоят, смотри. И вон оно, колесо огроменное вообще. Это все. Чтобы снять, знаешь, выложить. Конечно, людей смотрят. И все смотрят, говорят, ой, это во Вьетнаме-то? Я говорю, а нет, там вьетнамцы, блядь, кашу, там балками едят. Ничего не видят. У них европейская уже такая страна. Понятно, что не все города так живут. Только вот, ну как, портовые и там, где туристов много, туристические. Сюда? Да. Че перед этим? Нам надо это, сейчас зайти туда, к цветам. Там вот четыре павильона пройдем и придем к колесу. Если вы, если увидите... Сейчас мы пойдем в цветочные павильоны. Вот эти купола стеклянные. Это вот четыре цветочных павильона. Ну, один там не цветочный, там кактусы, типа растения экзотические. Типа как в Мексике. А вот один розовый там многие эти, как не породы, а эти. Ну, короче, роз очень много. Другой там вообще другие разные всякие цветы. В общем, они как цветочные павильоны. И вон там огромное колесо обозрения высеченное. Мы потом к нему подойдем, увидите, какое оно здоровое. Но очень большое. Вот в Токио мы катались на мусорном острове. Оно меньше, в разы даже. Адет тоже большое. Вот такая красота везде. Везде на любом углу можно присесть, отдохнуть. Туалеты через каждые, там, не знаю, 50 метров везде. Все для людей сделано. Везде куча камер. Если, не дай бог, чего-то где-то случается. Ой, такой домой хочу цветок. То сразу тут обслуга прибежит. У них тут и есть эти медпункты там везде обозначены. Крестиками. Прям очень хорошо. Мне очень нравится на Вин Перли. О, сейчас вот здесь вот у маты она стоит. Видишь, как колесная, как телега такая. Мы тоже фотались на фоне нее. На нее сейчас встанешь. Иди к ней. Все, кто был в этих павильонах цветов, знают, какая тут красота и благодать. Вот, смотрите, сколько здесь цветов всяких разных. А снаружи по стеклам льется специально вода по трубам там. И видите, специальные жалюзи опущены. Когда солнца много, то закрывают жалюзи. Ой, тут даже прохладненько немножко. Я туда пойду? Да везде сфотою тебя. Вот оттуда, видишь, внизу специально дует воздух прохладный. Вот под этими штуками специальные вентиляторы, которые сюда нагнетают воздух. И вода стекла охлаждает, чтобы не перегревать. Потому что, ну, не все породы цветов там, не все виды цветов любят. Жару. На каком фоне тебя? Какая красота здесь. Цветы со всех сторон. Ну, как бы запаха особого не чувствуешь. Наверное, настолько они тут смешаны. Ну, тут всякие разные. Каких тут только цветулек нет. Ой, прохладно, как хорошо. Из этих вот, там турбины какие-то стоят. И оттуда прям прохладно. Классно. Ну, он такой, как бы, ну, большой достаточно павильон. Наверное, как цирк, да? Арена-то маленькая. Как цирк примерно. Тут везде написано, как растения называются. Ну, для знатоков. Все, пошли дальше. Лена, помаши. А тут есть выход, да, и все? Не, нам лучше туда выйти. Там, да. Это обычная герань. Ну, естественно, они все стоят в горшках. Не в клумбах. То есть, одна завяла, а они вытащили, посадили другую. Вот этот тоже цветок у нас продают. Не знаю, как они называются. Вот это наш, типа, папоротник. Вот герань-то. Она меняет там, девочка. Зональная гераниум. Зона у гераниума называется. Зона герани. Вот, давай здесь вот водопад такой. И вот мы очутились в пустыне. Это все такие кактусы крутые. Вот даже цветет кактус, смотрите. Я тебя сейчас туда положу, Ленка. Битая коленка. Видите, здесь все форточки в окнах открыты. Потому что, ну, жару любят эти растения. Даже вон специальные вентиляторы стоят. Которые нагнетают воздух. А жалюзи все подняты. Так, пусть все. Такие разные. Каких только нет. И маленькие. И большие. Да, капитюк, иди. Гуляй отсюда. Надоело. Ходит. Красота, смотрите, какая. Это все искусственное. Это все подача воды. Вообще пресной воды на этом острове нет. Они опресняют соленую. Представляете, какие тут объемы. Тем более, здесь канализация, туалеты. Все цивильное. Не уличные. Красотища. Там пальмы. Это, видимо, баубабы. Не знаю. Что, вроде листва не такая у баубабок. Ну, не знаю. Классно, что я могу сказать про сахалин. Какая красота. Ой, а это что? Бивни мамонта? Челюсть нижняя, да? Это что-то это. С зубами. Это, наверное, скелет какого-то народа. А может быть, они его имитацию сделали из бетона просто. Да, скорее всего. Потому что он слепленный, видно прямо. Молодцы. Я сначала тоже повелся, что это настоящие. Все, надо выходить. Тоже поет охранник. Ну, они все поют, да. Спасибо. Спасибо. До свидания. А сейчас мы попадаем по фэншую. Тут деревца, камешки, река, водопадики. Очень похоже все на японское, японский стиль. Возможно, так и есть. Как будто оказывается, прям где-то под Токио. Смотрите, какая красота. Вот эти красные мосты, по-моему, это чисто японское. Красиво все. Там мосточки. Сейчас мы туда пойдем. Там беседочки. Там столько красивых локаций. А дерево зачем-то накрыли сеткой. Наверное, сохнет от жары. Тут вот такие деревья, которых я во Вьетнаме не видел. Мне кажется, это прям специально откуда-то привезенные. Рыбок не вижу. Вот тут раньше были рыбки. Мы кормили их вон там. Какая красотища. Тут рыбки висят. Все прям красиво. Вот как будто, правда, где-то в японском саду каком-то находится. Прям настолько похоже. Вот эти деревья тут не растут во Вьетнаме. Это привезенные какие-то. Видно же, что они высажены. И как вот у японцев их формируют вот эти кроны. У них же целое искусство это формирование крон вот этих деревьев. И там наверху вообще прям японская такая крыша, окна. Куда, наверное, тоже можно зайти сходим. Мы в прошлый раз были тут, но куда не заходили. Очень красиво. Музыка везде. Спрятаны колонки где-то. Здесь в пусту где-то... А, вон она. Вот эта колонка играет. Какая красотенька, ребята. Просто вообще отдыхает душа и тело, ветерочек. Сейчас солнышко еще сядет и вообще будет кайф. Пока еще, конечно, жарковато. Ну, территория прям вообще. Я когда на Винперл приезжаю, мне даже аттракционов не надо. Мне вот ходить, зоопарк, вот эти парки. Тут дышится легко. Посмотреть есть много чего. По сути, можно где угодно завалиться, поспать. Многие так и делают там на лавках спят. Никто их не гоняет. Можно на правке даже где-то лечь. Очень круто. У каждого деревца тут инвентаризационный номер есть. Точно так же и набережная Ничанга. Там каждая пальма подписана. Вот видите, не каждый имеет свой номер. На каждом дереве. Особый уход у деревьев. Вот это мешковинами замотано. Значит, что-то там со стволом не все хорошо. О, птички летают. Очень красиво. Красота неописуемая, я вам скажу. Кто еще не был во Вьетнаме, обязательно приезжайте. Реально. Такая страна, где много-много чего можно посмотреть. Вьетнамцы русских очень любят. Я вам реально это говорю. Тайцы давным-давно уже русским так не улыбаются, как улыбаются вьетнамцы. Может быть, раньше и улыбались, но сейчас у них такого нет. Вон птички где-то поют здесь. Я думаю, что даже определенные породы птиц сюда завозили. Вряд ли они тут жили. Потому что, видите, тут обычные сопки. Облезлые сопки. Ну вот прям реально, деревья какие-то, как на Дальнем Востоке издали смотрятся. Вон там что-то тоже между гор строят. Видимо, какой-то отель, может быть, новый. Потому что этот остров, ну прям вот облюбовали туристы. Тем более его, наверное, вот этот владелец Винперла выкупил весь. Я так думаю. Ну хотя, может быть, и в аренде. Это такой японский домик, смотрите. Ну Лена тут засветилась, да. Типа чайной церемонии, что ли. Ходить тут нельзя, видите, типа, чаев купить. Ну да, мотивы все японские. Какие-то пироженки тут можно купить. Фонарики, музыка. Красиво. Тут только разуваться везде. Там, видать, чаи, наверное, можно купить какие-то. Я думаю, Лен, там чай продают. Японский. Смотрите, какая красота. Ребята, у нас тучка и пошел дождик. Ну такой слепой дождик. А что рада, он ничего не дает. Ой, второе солнце еще отражается от этого. От купола. Видите, королевство роз. Идем в третий павильон. Бриллианты слез. Бриллианты роз. Вот мы идем. Розы кинг-дон. Это называется оленя роз. Почему? Царство роз. Ну, королевство. Вообще, кинг-дон. Колесо наше обозрение, до которого мы сюда дойти никак не можем. Ой, смотри, это это, какие-то ягодки растут. Не, и козленочком станет. Вот смотри, уже розы начинаются маленькие. Золотица роза чайная. Мы пришли в королевство роз. Почему-то фонтан не работает. Но тут такие пока маленькие розочки везде. Надо попасть вот в этот павильон в розовый. Что-то я уже, блин, с этими павильонами заблудился. Их столько тут. Лена устала. Устала, Алла. Вон, пойдем в шахматы сыграем. Смотри, какие шахматы. Будешь с шахматами фотаться? Смотри, какие матные шахматы. Ну, иди. Ой, одолжение сделала. А там вон колоннады красивые. Где вот так камешки идут, значит, это зона для фотографирования. Если по газону нет камешек, значит, нельзя. Везде все сделано, интересно. Такие дорожки здесь. Мы заблудились с них. Нам надо вот в эти еще два купола попасть. Мы там не были. Значит, их четыре. Почему-то я уже даже подумал пять. А, подожди, вот в том и в том не были. А, вот розы. Вижу розы. Значит, точно их пять. Так, где дорожка-то? Давайте я... О, в клетке это. Садись, это седлушки. Птица в клетке. Да это же все эти седлушки прикольные. Сзади вот колоннады. Сюда садись. Почему-то везде эти шахматные фигуры. Это мы в павильоне с розами. О, там фотозону сделали. Смотри, вон по центру. Надо, чтобы нас с тобой вдвоем смотрели. Вон там, видишь, цветы. Двое, смотрели, чтобы вдвоем смотрели. Ну, что мы будем ее торговать? Сейчас я на видео сначала пройду, а потом против света плохо видно. Ну, как бы не активно розы сейчас цветут. Конечно, мы были, когда цветение было круче. Лучше миллиона лыброс, Веном. Миллион, миллион, миллион. Ну, тут сейчас миллиона нет. Что же ты ищешь, мальчик, со скрипкой? Вот фотозону сделали. Прикольно. Не было ее раньше, не помню. Ну, как-то нету запаха тут такого прям роз. Но тут зато прохладнее. Ой, как прохладно. Здесь дует вот из этих дырок специальных. Вот так розы. Розы жару, видишь, не любят. Вот это хладко. Вот такая главная погода. О, ну, извини меня. Тогда пода ледяная была. Оставайся тут. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. На-на-ра-на-ра. На-на-ра-на-ра-на-ра. А у них там искусственные розы. Это не настоящие, не живые. Чтобы каждый день... Вон там еще колоннады прикольные. Вон туда. Пошли. Пошли. Очень красиво все. Розы каких только нет. Они все тоже подписаны. Венера-Миловская. Ангел. Здесь главное проклада. Ну, красиво, конечно. Ну, цветут неактивно. Мы как-то были здесь, было прям вообще... Утопало все в цветах. Сейчас спокойнее. Но все равно очень красиво. Они всякие маленькие розочки. Цветные. О, ветерок на улице пальма качает. Солнце еще не ушло. Опять против света колесо, до которого мы так дойти не можем. Солнце спрячься и уже, господи. Какая красота. Вот тут и ветерок. Эти колоннады они построили сравнительно недавно. В свою последнюю поездку здесь я видел только ремонтные работы шли. Ветер. Наверное, меня не слышно. Так, нам осталось два купола пройти. Что в них я уже не помню. Один, по-моему, вообще уже построили. После того, как я был, он еще строился. Но здесь просто цветули. Цветули-тули. А в следующем, может быть, что-нибудь другое. Что написано? Гарден. Цветочный кто? Темперейт. Что за темперейт? Знаете, я такой англичанин. Ой, какие птички. О, прохлада. Хорошо. Видишь, фотографии делают. Как будто я вымазанный. Не знаю, всякие разные саранки, лилии. Все, что хотите. Всякие разные цветули. Даже деревца. Садись. Садись. Дерево манго. Видите, вон манго зеленые растут. Ну, в смысле зеленые, это у них такой сорт. Ленка тут опять себе нашла зону. Блин, светильники кривые, придется без них. На, бокс, сядь. Колесо. Да, вот так лучше. Ну, тогда прикрой задницу, непонятно чего. Банки какие-то висят на дереве. Тут такие фонарики стоят. Фонарики. А теперь мы в царстве орхидеи, ребята. Тот цветок, который у меня, ну, никак не растет. Представляете, сколько тут орхидеи. И то у них сейчас как бы не цветущий сезон, потому что мы были на острове орхидей. Они прям хиленькие, вяленькие. Смотрите, какая красотища. Оказываешься, прям в таких маленьких оазисах, райских уголках. Сказочных. Где можно шикарные фотографии сделать. В некоторых павильонах стоят фотографы. Можно прям, чтобы сделали вам профессиональное фото. Мы фотоаппарат что-то как-то не достаем, просто не доходят руки. Но это тяжело. И на телефон снимать видео, и фотоаться на фотоаппарат, на телефон. Поэтому все делаем на телефон. Тут из корней сделаны вот эти олени. Которые схлестнулись рогами. Это рация у охранника. Такие олени. Он говорит, водичка хорошая, купайся. О, тут даже картины орхидеи есть. Вон там кусты орхидеи красивые. Пошли к ним. И тут такие еще деревья интересные. Красотища. Господи, какая красота. Наконец-то спряталось солнышко. Ну, уже и время как бы к тому, что оно скоро будет уже садиться. Вон там Ничанг далеко. Тут отель пятизвездочный. Видите, бунгало около каждого бассейна. Вот это общий бассейн. А, нет, это, кстати, бассейн, наверное, этого. Винкерлов. Не вижу, непонятно. И вот оно, какое колесо. Посмотрите. Обалдеть. Просто обалдеть. А тут такой же, как в Хабаровске сломанный фонтан. Ну, в смысле, в Хабаровске сломанный, тут рабочий. Там гром гремит у нас. Сейчас Ленка туда пойдет купаться. Садимся в хабинку. Как холодно. Я же говорю, тут кондиционерная. Ой, блин. Хорошо, это ты намоклая, мне хорошо. Сейчас двери закроются. Они немножко затемненные стекла, поэтому будет искажение. Ой, а можно его выключить как тушь? Нет, ты что, дура, что ли? Как ты его выключишь? Я же просил. Ну, знаешь, нефиг было мокнуть, я тебе сказал. Мама, ну теперь мне холодно. А где оно холодно? Получила. Вот сейчас мы будем подниматься, ребята. Я не буду все время так это держать, когда уже поднимемся маленько, чтобы это... То долго это все. 30 минут оно там полный оборот, что ли делает. Я буду присмотреть. Сейчас некрасиво будет, конечно. Сейчас здесь остров черный. Да, конечно, остров черный. Надо было чуть раньше. Я не думал, что так затянет, не поймешь. Видишь, как все сейчас. Сейчас еще дождь не вонет. Окна еще затем нейронные. Мы побольше поднимемся, как бы на фоне всего. Можно спробоваться. Но когда это бирюзовая вода, знаешь, такая красота. Ну, ладно. У меня есть фотографии с бирюзовой водой из этих кабин. Ой, как здесь есть. У меня, кстати, вот кабинетки видно. Нифига, какие кучи там. Уже было все классно уже. Ну, ну, вот пока бьют обретки нормально. Смотрите, кучи. Ну, молнии сверкают. Пока мы добрались до колеса, тут затянуло все. Поэтому, конечно, сейчас такое некрасивое, все не яркое. Ну, ничего, зато не жарко. Мы так намачили, намаялись. Дело там татки клеили. Через лист. Молнии сверкают. Затянуло как все. Сейчас ливень до упадет. На левую слову и в колесе. Представляете, с кем мне приходится клеить? Позорить на каждом углу. Сейчас она тапки скотчем клеит. Представляете? Какой позорить еще скотч для меня. На мои седые волосы. Позор. О, молнии. Сейчас как долбанет колесо обозрения. Вот смотрите уже, какая высота. И мы еще не на самой высоте. Все внизу маленькое. Вот это я понимаю колесо обозрения. Она еще дело в том, что не в низине, как в Хабаровске стоит, а на верхушке. Поэтому, естественно, и естественно, она очень большую высоту захватывает. Вот когда эта кабина с нами сравняется, значит мы на самом верху. Лена, посмотри, помаши. Там сзади Ничанг. Видите, какие дучи над Ничангом. Там, кстати, на севере сейчас льет дождь. Ничанг, это 100 кудов. Там, где наш отель, может, еще нет дождя. То есть всякие горки, которые мы сегодня проходили. Вон бассейн с искусственной волной. Видно волны. Вон катаются на скутерах. Да, дождь уже третий раз, да, по-моему. Но он как-то проливается, и все, на следующий день опять солнце. Это никак не отражается ни на температуре. Вон там мы на санях катались, где надпись «Win Pearl». Китайцы нам, правда, все загубили, гады, твари позорные. Все, мы сейчас будем на самой высоте. Так вот эта кабина чуть-чуть сравняется вниз. Ну, прикольно же высота. Конечно. А ты на Хабаровском колесе не каталась, да, чтобы сравнить? Ну, смотри, какие людишки маленькие. Вон они вообще малюсенькие. Ну, вот тебе и мое, что-то вижу. Вон они все башни, канатная дорога. Вот сейчас мы на самом верху сейчас уже начнем опускаться. Уже эта кабина, когда нас начнет опережать, вверх пойдет, значит, мы на спуск пошли. Высота, ребята, афиньки. Ребята и девчата. Какая высотень здоровая. Сейчас отключают электричество, и мы остаемся наверху. Лена любит, когда я шутю. Лена, ты свинья. Все, мы вниз пошли уже. Видите, как в ту сторону затянулось туча. Капец, вся та часть северная. О, молнии сверкают. Надо молнии сейчас на замедленную съемку снять. Сейчас, как вот эти кабины внизу идут, чтобы они не мешали. В общем, мы вот уже спускаемся, молнии сверкают. Нас все пугают. Солнце, слава богу, скрылось. Оно еще не село. Ой, какие облака, смотри, прям. Весь этот загородили город. Слушай, там прям какой-то этот, как тайфун идет. Надо же, прям такой стеной идет. Если будет сильный ветер, по колесу обозрение останавливают. Не, ну спустят всех и остановят. Смотри, прям идет стеной. Да, 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 на нас. Что делать, мы сейчас? В колесе останемся на второй круг. Пострашнее, чтобы было. И дождь, видишь, уже мокрый. Или это кондиционер льет. Вот как сверкает. Прям стеной идет, смотри-ка. Называется, хотели дождя, не хотели солнца, получите. Вы когда-нибудь видели тропический ливень? Вот вам тропический ливень. Смотрите, ничего не видно. Вот такая красота. Ну, он, конечно, может и через час пройти, а может и не пройти. Обычно его все пытаются переждать. Ну, он теплый, кстати говоря, и ветер теплый. Лен, подойди поближе. Почему не пускают? Можно вниз пройти? Не пускают. Да, сверкает. Смотрите, какой ливень. Колесо, главное, не останавливается. Ранно. Надо уходить с этой платформы, а то колесо начнет падать. Надо в какой-то магазин идти или кафе. Везучая Лена стоит. Она из Хабаровска погоду привезла. Народ, конечно, в шоке. Мы поднимались, солнце было. А спустились вот в такую погоду. Колесо еще не остановили, пока еще народ приезжает. Потому что оно 30 минут крутится, полный круг. И фонтаны еще даже работают. Но за волокло вообще ничего не видно. Сейчас канатную дорогу по-любому остановят. Будет столпотворение. И будут возить на паромах. Ну, на катерах таких. Их почему-то паромами называют. Вот так вот. Ну, дождь не холодный. Это не это. Он прям теплый-теплый. Когда ветра нет, прям тепло даже. У нас такая горячая вода примерно в отеле идет, да? Да. Поэтому, поэтому... Поэтому поближе станет, что там люди тоже... Эти уезжали вроде. Видите, какая красота день. Всем привет. Мы подпали... Подпали. Попали под... Тропический. Тропический. Ливень. Ну все, уже просветы пошли. Дождик уже прекращается. Сейчас пойдем покушаем чего-нибудь. Что-то у нас как-то это по нерве нам долбануло. Молнии еще сверкают, но это ненадолго. Уже все спокойно. В Багдаде все спокойно. Народ, видите, весь попрятался. Мы уже оттуда убежали. Немножко там тоже был дождик, пока мы шли. Но ничего, я босиком вообще пришел. У меня усохнут. Сохнут. Кабины фуникулера остановили. И вон ходят до материка. Ну такие, как ракеты. Небольшие катера. Ну хотя их еще запустят. И башни, видите, не зажжены пока еще. Скорее всего, временно остановили. А народ, кстати, прятался там, где вот купола. Это где шоу фонтанов идет. Там крыша есть. Поэтому там, видать, народ прятался. Вижу, что оттуда выходят. Вообще свежо так стало. Нет этой духотищи. Так хорошо. Гром еще гремит. Но всем пофигу. Сейчас еще развлекуха дальше пойдет. Мы еще на машинках хотели прокатиться. Не знаю, насколько это реально. Что-то у меня ноги мокрые. Боюсь натереть. Эти, как они, господи. Намокли. Плетенки. Все стали фотаться на фоне вот этого солнышка, которое там из-за тучи выглядывает. А еще тут молнии сверкают. Мы взяли себе этот сет. Такой небольшой. 197 тысяч донгов. Умножь это по рублям. Сколько получается? 600 рублей. 500 даже. 500 рублей. Вот такой комплекс на двоих. Тут чикен. Тут картофан. Это, наверное, большой мой. Олени поменьше. Гамбургер. У меня бургер кто? Ой, блин. Даже не прочитаю. Шимка у тебя. Булгоги какой-то. Там еще молнии сверкают. Гром гремит вообще. А нам пофигу. Главное, мы уже доползнем. Мы не нервничаем. Мы спокойны. Чудно, конечно. Солнце выглянуло, а там сверкают молнии в той стороне. И гремит гром. Мы уже почти все умяли. Видите, сверкают молнии. Пока еще на острове здесь что-то свет не везде включили. Башни не зажглись. Может быть, просто светло еще? А, ну там внизу вроде свет есть. Нам главное, чтобы шоу фонтанов не отменили. Канатная дорога пока погашена. Не работают. Кабинки все остановились. Посмотрим, как оно дальше будет развиваться. В принципе, остров до девяти, еще времени много. Все, солнце прячется опять. Лена, первый раз в 4D. Колхоз. Спасибо, ребята. Спасибо, ребята. В общем, посмотрели мы 4D. Лена там пооржала. Сейчас идем на шоу фонтанов. Осталось 40 минут. Но надо хорошие места сесть. О, кстати, далеко стали ряды. Раньше вот тут ряды были. Близко. Ну, сейчас, да, там грандиознее сейчас эти все фонтаны сделали. Они же их переделывали. В первых рядах, если ветер оттуда, то долетают струи аж, и шум очень сильный. Поэтому лучше где-то по центре сесть. Фу, вонает. Здесь вот под козырьком таким прохладно. А, это туалеты там по бокам, поэтому вонищи. Надо просто уже сесть на хорошие места. Во-первых, на центральных трибунах надо сесть. Можно и на первые. Я бы даже на первые сел. Но могут прилетать брызги. Так. Первая, первая. Ну, вот центральная трибуна. Как она называется? Да. Да. Ты спроси, там никто не сидит. Мы садимся тут, никто не сидит у вас. На-на-на... Но здравствуй, мы не виделись сто лет. Но здравствуй, мой из юности привет. Ну, здравствуй, как дела твои, и как семья твоя. Но здравствуй, понимаю, виновата я. А помнишь, как мы встретились весной? А помнишь, как гуляли под луной? А помнишь, как наивно мы о будущем мечтали? А помнишь, как любить мы обещали? Обещали. Прости меня за то, что я тебя не оценила. Прости меня за то, что я другого полюбила. Прости меня за то, что я с тобой так поступила. Прости меня, прости меня, что счастье упустила. Прости меня, прости меня, что я любовь сгубила. А-на-на... Прости меня... Все годы вспоминала я тебя. Все годы вспоминала я любя. Все годы вспоминала так, что слез на всех не хватит. Все годы от воспоминаний ранит. Я знаю, в жизни все не просто так. Я знаю, я жалею, что вот так. Я знаю, что прощения нет. Позволь мне просто обидеть. Я знаю, предала, смогла обидеть. Обидеть. Прости меня за то, что я тебя не оценила. Прости меня за то, что я другого полюбила. Прости меня за то, что я с тобой так поступила. Прости меня, прости меня, что счастье упустила. Прости меня, прости меня, что я любовь сгубила. Прости меня за то, что я тебя не оценила. Прости меня за то, что я другого полюбила. Прости меня за то, что я с тобой так поступила. Прости меня, прости меня, что счастье упустила. Прости меня, прости меня, что я любовь сгубила. Прости меня, прости меня, прости меня Прости меня Не бывает, не бывает дыма без огня Я к тому, что такова любовь твоя Всё, казалось, было гладко Всё вокруг свело Но внезапно всё куда-то уплыло Силенный ветер проснулся на рассвете И завёл следы любви Представлялось всё в иномне свете Только вышло всё не так, увы Не так, увы Вышло всё не так, увы Не бывает, не бывает дыма без огня Так знакомые твердили их друзья Правда эта очень скоро Стала как пророк Навсегда Навсегда Запомню Злой сыплый урок Зиленный ветер Проснулся на рассвете И завёл следы любви Представлялось всё в иномне свете Только вышло всё не так, увы Не так, увы Вышло всё не так, увы Не бывает, не бывает Дыма без огня Я к тому, что такова Судьба моя Чёрно-белая полоска Зло берёт Черёд В свойстве жизни мне не жданный Поворот Силенный ветер Проснулся на рассвете И завёл следы любви Представлялось всё в иномне свете Только вышло всё не так, увы Не так, увы Вышло всё не так, увы Не так, увы Не так, увы Вышло всё не так, увы Не так, увы Только вышло всё не так, увы Не так, увы Вышло всё не так, увы Но не так, увы Не так, увы Вышло всё не так, увы Не так, увы Не так, увы Не так, увы Уже который год Не ведомо тебе Что значишь ты в моей бесхитростной судьбе Уже который год А правду о себе Держу покуда в тайне Рассчитываю я на случай самый крайний Люблю тебя, люблю тебя давно С тобой и быть с тобой нам суждено Мне без тебя, мне без тебя не жить И клянусь, что не забыть Ты будь моим, ты будь моим, прошу Я плачу, заклинаю и молю А в сердце пламя, в сердце растопи И верность сохрани Как маюсь, мучаюсь Никак всё не решусь Чего скрывать, признаюсь Чувств к тебе стыжусь Ведь с детства мы друзья Но как мечтаю я Чтоб ты сказал мне те же самые слова Люблю тебя, люблю тебя давно С тобой и быть с тобой нам суждено Мне без тебя, мне без тебя не жить И клянусь, что не забыть Ты будь моим, ты будь моим, прошу Я плачу, заклинаю и молю А в сердце пламя, в сердце растопи И верность сохрани Най-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- Тебе желанный друг Презрений не боюсь со стороны подруг Откроешь ты мне дверь Скажу тебе серьезно Сейчас нам вместе быть не рано и не поздно Люблю тебя, люблю тебя давно С тобой и быть с тобой нам суждено Мне без тебя, мне без тебя не жить И клянусь, что не забыть Ты будь моим, ты будь моим, прошу Я плачу, заклинаю и молю А в сердце пламя, в сердце растопи Верность сохрани Люблю тебя давно С тобой и быть нам суждено Мне без тебя не жить И клянусь, что не забыть Най-на, най-на Най-на, най-на Хорошо ли плохо, кто знает Действует на нас алкоголь Говорят, что стрессы снимает А кому-то причиняет боль Но стоит начать, не остановить А веселье дело сладкое А похмелье штука горькое состояние Шапка, балка, ебали чистые Крепкой водкою А напитков разных хватает Выбирай большой ассортимент А в России меры не бывает Горе это или комплимент Такая у нас русская душа А веселье дело сладкое А похмелье штука горькое состояние Шапка, балка, ебали чистые Крепкой водкою А веселье дело сладкое А похмелье штука горькое состояние Шапка, балка, ебали чистые Крепкой водкою А на утро всем нам негладко Чувствуем неважно мы себя Я-я-я Пивом похмелись для порядка Голова пройдет у тебя Здоровье у нас хватит на всех А веселье дело сладкое А похмелье штука горькое состояние Шапка, балка, ебали чистые Крепкой водкою А веселье дело сладкое А похмелье штука горькое состояние Шапка, балка, ебали чистые Крепкой водкою А веселье дело сладкое А похмелье штука горькое А похмелье штука горькое состояние А веселье дело сладкое А похмелье штука горькое состояние Шапка, балка, ебали чистые Крепкой водкою А веселье жалить Крепка, балка, ебали чистые Работает на леди Стильной казаться, модной казаться Стильной казаться, смелой казаться Нравится мне, нравится Гордной казаться, божной казаться Вольной казаться, везде тусоваться Нравится мне, нравится Ни в чем не сдаваться, ни в чем не нуждаться Всем увлекаться и всем наслаждаться Нравится мне, нравится Будь яркой, красивой, неповторимой Знойной, холодной, невыносимой Нравится мне, нравится Вот такая я во всем, вот такая я кругом И другой мне совсем быть не хочется Я живу, как хочу Существую, как могу И никто мне не указ Ни высочества Враги сторонятся, хочу вам признаться Мужчины боятся, но очень стремятся Понравится мне, понравится Нравится С кем-то быть глупой Я живу, как хочу Я живу, как хочу Существую, как могу И никто мне не указ Ни высочества И никто мне не указ Ни высочества А-а-а-а-а Конечно, оно все далеко здесь Какой поголовник Ой, смотри меня на этом ходе Красиво Восстановись Слушай Темно, конечно Камера не очень хорошо Справляется Ой, мы еще там на паровозике не катались И на американских горках Но, похоже, уже поздно Но, все равно сходим посмотрим Если нет, то на Корешковое обозрение Туда пофотаться Поднимемся Там просто два эскалатора Отключили, не хочется туда пешком идти Кофе, мороженое Цвета искажает, конечно Тут, на самом деле, все цветное А в экран, смотрю, все белое Пересветы Венперл Пошли Мы с Леной пойдем там на паровозике Мы еще не прокатились Если работают американские горки Там такие простенькие, не страшные Горки Вон народ орет наверху Кстати, что-то она там мало светится Она наверху тоже вся должна светиться Что-то там не включили Что-то там не включили А? Ну, пойдем Если пойдешь Мне нравится, когда кто-то орет Но она перегрузку прям дает Я боюсь, что я потом тебя откачивать буду Я боюсь паровозик не работает уже Потому что не ездят Цепочки не люблю, но цепочка тошнит Мы думали, что этот аттракцион не работает Тут, оказывается, народ набирают просто Ой Смотри Елена Говори, это видео Сейчас поедем Это паровозик, да? Это же как американские горки, да что ли? Ну, типа, да Ну, значит, и американские горки работают нам сходить Уже в парке мало народу Он до девяти работает Остался час, по-моему, до закрытия Ой, жарко Мы сейчас шоу вот смотрели Вообще, сегодня программа максимум у нас Мы практически везде прокатились Пусть на народ, видишь, как собирают Все, уезжаем мы с Винкерла Лени уже плохо накатались Накатались прям, да, уже Не буду говорить до плохого слова Но все круто было Сейчас домой мыться и спать Устали, капец, целый день Правильно, не надо с нами садиться Поэтому мы одни поехали Но нас так все смотрят на врагов народа Как будто мы не пустили сюда никого Никто с нами не захотел садиться Винкерлэм, пока Я не накатывалась с ним просто Потому что стало плохо на аттракционе Две корабли Скажешь, если бы ты на корабле И без этого он станет плохо Ну это потому что был третий подряд аттракцион Я сначала Лену потащил на паровозик На котором она орала Потом я ее потащил на американские горки И она опять орала А третий аттракцион был лишним кораблей Еще один аттракцион Еще один аттракцион Еще один аттракцион Ст�-лод